99 ликто-паскаля, выходите с контролируемого воздушного пространства со снижением, на 5000 кутов работайте с обедой информацией. Это хрупкая блондинка, светлая голова в авиации. Анна, авиадиспетчер, вот уже 15 лет разводит самолеты в небе. Пилоты послушные люди? Ну, в целом, да. Бывает, кто-то посмело слушаться? Ну, у них нет такого права слушаться. Так выглядит диспетчерский центр. Витать в облаках здесь нельзя, нужна максимальная внимательность. Авиадиспетчеры отвечают за то, чтобы самолеты в небе не пересекались. Анна уже видела авиакатастрофы, но только во сне. Самолеты часто вам снятся? Бывает. Обычно почему-то какие-то страшные ситуации иногда снятся. В жизни не было такого? Каких-то особенных ситуаций. У меня была один раз такая ситуация, это было лет 6 назад, когда была разгерметизация воздушного судна. Борт вошел ко мне в зону и начало немедленное снижение. Вот так видит небо авиадиспетчер. Здесь много воздушных коридоров, но самолетов еще больше. Вот воздушные трассы, они у нас на мониторе отмечены различными цветами. Помогают ориентироваться в воздушной обстановке для понимания ситуации в воздухе. Кирилл мечтал стать пилотом, как его отец, но вот уже три года дирижирует самолетами. Я могу своего отца узнать в эфире, поэтому он здесь периодически летает, поэтому это отдельное удовольствие. Быть немножечко, быть возможным, управлять своим отцом в небе, это тоже довольно забавно. Вообще-то в работе авиадиспетчеров полно стресса и напряжения, поэтому каждые два часа их отправляют на перерыв. От небесных регулировщиков зависит судьба пассажиров, поэтому их работа всегда должна быть на высоте. Иногда в каких-то нештатных ситуациях у диспетчера буквально есть несколько секунд для того, чтобы принять решение, и он должен быть уверенным в нем. Правда, их работа совсем незаметна пассажирам. Авиадиспетчеры – серые кардиналы авиации. И пусть вся слава достается пилотам, небесные регулировщики совсем не в обиде. Что там слава? Мы выполняем свою работу, главное, чтобы они удачно сели и живые все остались. А мы уж помогаем, как можем. Дарья Негранцева, Вячеслав Синельников, Тюменская служба новостей.